Всем добрый вечер, меня зовут уставщик Олега, я системный аналитик лаборатории Касперского. Сегодня речь пойдет не о лаборатории Касперского, а о моем опыте участия в разработке продукта по Scrum. Я бы хотела начать с основ. Что такое Agile и как он соотносится со Scrum? Agile это философия, это образ мышления, кто-то называет это религией, и она базируется на принципах. Наверняка вы слышали о том, что работающий продукт важнее, чем исчерпывающая локументация, о том, что взаимодействие с заказчиком важнее, чем договоренности и условия договора. И для того, чтобы внедрить Agile на практике, вам необходимо использовать один из гибких фрейборков, например, экстремальное программирование, карбан, Scrum. И также у вас должна быть оперативная разработка для минимизации рисков. Вы должны быть гибкими, у вас должны происходить ретроспективы. И далее подробнее остановимся на Scrum. Мне интересно, насколько вы осуществлены, что такое Scrum, кто из вас сталкивался на практике? Котево. А кто только слышал, но никогда не видел этого зверя вживую? Окей. Сначала у вас должно быть видение продукта. То есть это ваше ожидание, чего вы достигнете через некоторое количество времени. Это видение рождает в UserStory. Видение составляет продуктовое. UserStory — это намерение, желание ваших пользователей. UserStory попадает в продуктовый бэклог. И в бэклоге верхушка всегда должна быть приоритизирована. После того, как верхушка бэклога приоритизируется, как правило, на других церемониях, как груминги. Чистка, причесывание вашего бэклога. И, соответственно, после того, как у вас есть готовый бэклог продукта, начинается ваш веживенный скал. Он начинается с итераций, как правило, начинается с планирования. Далее идет разработка. Каждый день в течение спринта разработчики встречаются. И отвечают на три последних вопроса. Что они делали вчера, что они планируют делать сегодня и какие проблемы у них были. После того, как спринт заканчивается, к концу спринта должен быть готовый инструмент. И происходит демо, ревью вашего спринта с вашими стейкхолдерами и представителями заказчиков. После демо происходит ретроспектива. Это анализ, на котором разработчики встречаются и обсуждают, как прошел спринт, выглядели они довольны, что можно улучшить. И далее начинается новая итерация, планирование и так далее по кругу. Кто этим занимается в скраме, есть три роли. Это скрам-мастер, продукт-оунер и команды разработки. Продукт-оунер — это владелец бэклога. Он отвечает на вопросы, что мы разрабатываем и зачем, для каких целей. Команда разработки, соответственно, разрабатывает продукт. Скрам-мастер помогает и продукт-оунеру, и команде разработки с тем, чтобы их действия соответствовали скраму, скрам-гайду. Давайте дальше подробнее пройдемся по каждой роли. Продукт-оунер, как я уже сказала, что он владелец бэклога. То есть только он приоритизирует, он определяет. Как правило, и в его видении является детализация, ответственная детализация юзер-старей, хотя в Гайде написано, что эту функциональность можно делегировать. Он обеспечивает прозрачность бэклога, то есть любой из заказчиков может увидеть этот бэклог. И также он делает так, чтобы продукт приносил максимальный сервис. Скрам-мастер, он курс, он фасилитатор, он присутствует на всех встречах команды, он не имеет мнения своего в части принятия каких-то решений и того, как команда должна разрабатывать. Он помогает команде, он фиксирует решения, фиксирует договоренности, и также он меняет статусы задач, проводит митинги, помогает продукт-оунеру соответствовать скраму. Он актуализирует метрики. Есть такая метрика, как velocity, то есть каждый день отмечается то, насколько он близко к выполнению цели спринта. И также он помогает организации, как правильно взаимодействовать с скрам-командой. И, соответственно, сама команда разработки. Команды разработки должны быть самоорганизованы. Никто, даже скрам-мастер, не имеет права говорить им, как им нужно работать. Команда должна быть кросс-функциональной. Я бы хотела отметить именно тот факт, что кросс-функциональность — это свойство команды. То есть они должны обладать всем необходимыми навыками для создания продукта. Не так, что аналитик, например, участвующий в команде разработки, он должен и кодистетестировать, и требования аналитировать. Нет. Это купе свойства команды целиком. Также в команде нет ниражи, нет и доделок. Все должны быть равны. Нет ни старших, ни ведущих. Все только разработчики. И также скрам не отрицает того, что член команды разработки может быть специалистом в какой-то узкой части. То есть наличие аналитика в скраме не порицается, и наоборот, приветствуется, если вы следите на анализе требований. Это хорошо. И также ответственность за продукты, за требования лежит на команде целиком. Но в части требований еще ответственность лежит на продукт-доннере. По поводу кросс-функциональности. Есть такая практика, как составление звездной карты. Вы определяете те навыки, которые необходимы для разработки вашего продукта. Например, в этом примере тестирование, знание базы данных и так далее. Вы это можете фиксировать на стене или в консюенсе. И после этого вы отмечаете каждый из себя, насколько вы специализированы в том или ином навыке. И также там можно отметить, что вы чего-то не знаете, но хотели бы это изучить. И что вы что-то знаете, но не являетесь специалистом в этой области. Но в случае отсутствия какого-то участника в команде, вы можете его чуть-чуть заменить. И здесь мы на примере Дэвида видим, что он специалист в предметной области. Соответственно, отсюда можно сделать вывод, что, скорее всего, может быть, он является аналитиком. Также он разбирается в тестировании, веб-произработке и, наверное, в контент-менеджере. То есть он является T-Share Person. Он специалист в одной области, но также он покрывает своими знаниями и другие. По сути, ваша железная карта должна отражать, что по каждой из предметных областей, по каждому столбцу навыков, у вас есть кто-то, кто специализируется в этом. И аналитик в команде разработки, в Scrum команде может занимать разные места. Аналитик может быть продуктованным. Тогда в его зоне ответственности это введение флока продукта и управление продуктом целиком. Аналитик может быть прокси-продуктованным. То есть у вас есть номинальный продуктован, но есть его представитель. Например, это ситуация выигрышная, когда ваш продуктован находится за рубежом или говорит на другом языке, отличный мой командир разработки, есть его представитель. То есть первые две ситуации, когда аналитик не интегрировал в команду разработки. И флокси-продуктованным, он не принимает решения конечные. Он всегда свои решения согласовывает с продуктованным. Скорее всего, он им ставит задачи. Также аналитик может быть участником команды. Он будет разработчиком, специализирующимся на анализе требований. И аналитик может быть Scrum мастером. Очень часто Scrum мастер вызывает сомнения в части того, когда он не занимает какую-то смежную должность. То есть всегда есть вопрос, если он просто Scrum мастер и не аналитик, и не разработчик, чем он занимается. И, как правило, происходит совмещение ролей Scrum мастера либо с аналитиком, либо с разработчиком. И, соответственно, аналитик в этой части занимает не очень выигрышную позицию, потому что на грумингах, на планировании он должен фасилитировать встречи и фиксировать мнение всех участников, а свое мнение немножечко задерживать по себе, поэтому это такая позиция не очень выигрышная. И, соответственно, зависимость от занимаемой роли в Scrum мастер, аналитик может выполнять разные функции. Он может, если он ПИО, то он взаимодействует с заказчиками, формирует видение, составляет гипотезы, что принесет не той или иной фичи, он ожидает достижения каких-то результатов, анализирует конкретные продукты конкурента, оценивает показатели продукта и выполняет какие-то еще другие вещи. Если аналитик прокси-продуктонер, он выполняет те же функции, но при этом согласовывает все свои решения с продукт-донером. Если аналитик Scrum мастер, он двигает задачки на Scrum доске, собирает метрики, коучит членов команды, фасилитирует встречи и проводит ретроспективы, на которых меряет температуру команды, как прошел спин. И более страшный слайд. Я его составляла на основании того опыта, который у меня был. Дети дружины, в принципе, практически все те функции, которые я выполняла, когда я была участником Scrum команды. Слева можно увидеть те функции, которые, грубо говоря, делегируются от Scrum мастера Product Goat, Product Owner. То есть даже если аналитик не занимает эти роли, ему все равно придется в той или иной мере выполнять какие-то задачи. Если в гайде написано о том, что единственное следующее время между разработчиками и заказчиками это Product Owner, то если в команде есть аналитик, скорее всего, его здесь используют. Также аналитик может заводить новый видерсторинг для главпродукта. Он может быть специалистом в той предметной области, в которой разрабатывается продукт. Он может уточнять требования. Он может анализировать и собирать метрики по продукту. Также он может участвовать в пилотных внедрениях, когда вы запилили какой-то MVP. Он может собрать обратную связь. Он также проводит митинги как Scrum мастер, только здесь он имеет право свое мнение высказывать. Например, когда я пришла в команду разработки, получается, 4 года они разрабатывают продукт и вживую никогда не видели аналитика. И планирование занимало где-то 2 дня. 2 дня они подались с продуктовым, пытаясь понять, чего он хочет и что продуктовым хочет от них. Они не понимали его ожиданий, а продуктовым не могут нанести точную формулировку требований, поскольку у него нет была бодраммная аналитика. И когда я пришла, я увидела, что это длится 2 дня, это невыносимо, это тяжело, и это очень просто решается, если цены не заранее прорабатывают. И спустя где-то год планирование для 7 разработчиков сократилось с 2 дней до 4 часов. И также найти, как аналитику все равно придется фасилитировать встречи. Командные встречи, например, если у вас проект по интеграции, то встречи вашей команды и каких-то других разработчиков. Справа мы видим более привычные задачи для аналитика. И одна из самых важных задач это динамическое формирование требований, потому что в скале изменения приветствуются, возможно, на любом из этаповской разработке. И, к сожалению, аналитику нужно осуществовать в трех временах одновременно. Ему нужно прорабатывать требования для следующих спринтов. Он должен детализировать задачи так, чтобы их можно было потом взять в работу. Ему нужно помогать разработчикам по текущему спринту, по тем задачам, которые взяли в спринт. И также ему нужно помнить еще о том, что было, когда прилетают конфликты баги. Аналитик взаимодействует с техническим писателем, то есть к моменту того, как вы выпускаете ваши NDP, если вы там, например, релизитесь в конце спринта, по-хорошему у вас должна быть актуализирована документация. И аналитик может проектировать интерфейсы мукапы. Это очень удобная практика, когда, если у вас, например, веб-приложение, вы можете на листе А4 нарисовать прототип и прям вживую с заказчиками очень быстро обсудить, что именно они хотят. Также аналитик может детализировать требования в виде из кейсов или в виде сценария на декене. Аналитик может анализировать данные, потому что очень важно понимать, когда вы выпускаете какую-то фичу, она зашла кому-то или нет. То есть протестирование можно проводить или смотреть, как ваша фича повлияла на конверсию. Также аналитик может анализировать бизнес-процессы и инициировать их положение в шейне. И тоже одна из важных вещей аналитик может управлять ожидаемыми продуктовами и бизнес-ословных лиц. То есть быть связующим звеном между продуктовами и командой разработки. И иногда аналитикам приходится осуществить на единственные продукты. Когда первая-вторая линия не справилась, и кто-то вышел на аналитика, то это самый такой простой вариант разрешения каких-то проблем. Основные элементы доклада, с которыми придется работать, это их из-за штабиатка. И также в зависимости от того, какой вы инструмент используете, у вас могут быть появиться, побочные стручности, такие как тема и фича. Ну, два дня не задают. Эпик — это большая визерстория. Визерстория — это пожелание пользователя, и карта — это то, на что детализируется визерстория. Визерстория прижимая следующей жизненной циклой, к вам прилетают хотелки пользователей, и они довольствуются какого-то продукта. После этого происходит тренизация покупателей, бэклога, детализация юзерсторий, и они поднимаются наверх вашего бэклога. После того, как происходит планирование, взяли на планирование команды разработки, может не дожидаться коррекционера, брать верхушку бэклога согласно своей велосити, набирать то количество задач, которые они очень тянут в спите по юзерстория, и после того, задача юзерсторий движется по скрам-доске из статусов «to do», «in progress», «test» и «dance». И далее вы выпускаете свой инструмент продукта уже на флоте. Юзерстория формируется в формате «я, как кто-то, хочу чего-то для достижения каких-то целей». Как правило, одно действие, один актер и одна какая-то ценность. Как пример, как пользователь я могу хранить свою фотографию в системе, чтобы иметь возможность продавать эти фотографии другим пользователям. Для того, чтобы оценить, насколько хорошо вы написали юзерсторию, можно использовать данную модель. Ваша юзерстория должна быть независима. То есть не должно быть очередности на спинте, какую из тех историй, которые вы взяли в свой выпуск, вы знаете первую. Хорошая история должна отражать суть и быть предметом для обсуждения. То есть важно, чтобы ваша юзерстория уместилась на спин, потому что для планирования, для приоритизации вам детали не нужны. Также история должна нести конкретную бизнес-велю, наносить добро и радость пользоваться. Историю нужно подвергать оценке. История должна быть маленькой, и история должна подвергаться проверке, подвергаться тестированию. На предыдущем сайте как раз был пункт о том, что история может быть предметом обсуждения. Для этого можно использовать карбас, который будет на следующем слайде. Он необходим для того, чтобы ваше понимание юзерстории соответствовало ожиданиям заказчика. Этот карбас можно использовать на громинге, можно использовать на планировании и на демо. То есть вы заполняете части карбаса поочередно. Вы можете использовать шаблон, который будет деталей представленным, или создать свой в зависимости от того, какие данные вам необходимо уточнить. Как правило, там существуют такие секции. Это персоны, это ваши заинтересованные лица, группы, пользователи, сама история. Критерии приемки, когда история считается завершенной. Текст истории — это в рамках какого бизнес-процесса, в рамках какой ситуации она реализовывается. Критерии готовности взять юзерсторию в спинт. То есть, например, разработчики ожидают, что вы по этой юзерстории составите какую-то диаграмму, модель, подготовите полное описание, может быть, и строкчик подготовит какие-то дискейсы. Также должны быть критерии закрытия юзерстории, когда вы понимаете, что вы таки нанесли добро и причинили счастье пользователям. Ожидаемый результат, метники, по которым можно подсчитать эту value, и обратная связь. Соответственно, это выглядит примерно так. Вы можете обратно в громкое планирование и демо этот листочек и их выполнять. С левым видом юзерстория, критерии приемки, ожидаемые результаты. Вначале вы заполняете ваших заинтересованных лиц, формируете юзерсторию, определяете с продуктовными заказчиками критерии приемки, в каком случае они будут читать вашу юзерсторию завершенную, описываете контекст. Вот столбик 5 – это как раз, что команда ожидает от аналитика или от продуктовного, насколько детализированно будет проработана эта юзерстория, ваши критерии готовности. И, например, на демо вы можете принести этот уже на полный уникальность и уточнить ваших заказчиков, о том, удовлетворили вы их ожиданиями или нет, дополнить полный фигбэк. Также работа с тестерями не заканчивается. Сейчас возникает проблема в их формировании. И есть, например, вот такой шаблон, чтобы разделить юзерсторию, чтобы у вас в одном титрике не было пересечений разных пользователей или разных двух пользователей. Его легко найти на интернете. И еще один инструмент работы с юзерсториями – это юзерсториямэпинг. Вы вместе с командой наборки, с представителями заказчика, собираетесь и определяете то, что необходимо сделать. Здесь вы, в принципе, видите трассировку требований. Фича, кирпик трассируется на юзерсторе. Далее идут ваши действия пользователя. И по ним уже создаются тратки. Стикерами на стене вы сначала обозначаете вашу юзерсторию, которую вы берете в стене. И внизу обозначаете journey map пользователя. То есть те действия, которые он осуществляет в рамках этих юзерсторий. Это нужно для того, чтобы вы не забыли, какие задачи нужно реализовать. Как правило, нет какого-то регламентированного стандарта проведения юзерсторий мэппинга. Поэтому не так часто добавляется как раз активность пользователей. Это исключительно для разработчиков, чтобы понимать, какие действия осуществляет пользователь. И что главное не дать. Например, у нас юзерстория, говорящая о том, что пользователь хочет иметь возможность онлайн оплаты заказа при покупке какого-то товара в интернет-магазине. У нас есть реализация каких-то действий. Но, например, у него нет возможности выбора способа оплаты. То есть там есть пример только наличные. Соответственно, мы вспоминаем, что нам нужно добавить поля после того, как он оформил заказ. Назадать какие-то новые поля в базе данных. И как раз на этом этапе очень хорошо отрезать MVP. У пользователя есть пожелание совершать онлайн оплату при покупке заказа. Но тут можно уточнить у заинтересованных лиц, о каком формате будет оплата происходить. Ему упадет ссылка на почту или же он сразу редиректится на платежной странице. Это все зависит от сложности реализации. Поэтому, например, в первом спинте «Байдвизерсторий» вы можете реализовать один момент, а в следующем спинте — следующий. Постепенно его усложняет. Вы в первом варианте наносите пользу пользователю, то есть вы даете ему возможность совершения онлайн оплаты. А во втором варианте вы как бы делаете более удобную версию. В жизни это выглядит не очень красиво и, как правило, занимает все сцены в переговорах. На этом, кстати, конверсейшене, на этом митинге вы… Почему это рисуется на стикерах? Потому что их очень удобно перемещать. Вы уточняете ваших заказчиков, как они это хотят видеть. Очень удобно отрезать МДФИ, поэтому это проще не какие-то онлайн инструменты сделать на живую. Есть еще такая практика, такой воршоп, когда тренинга, аналитик, изобретающих, изобретающих, встречается для того, чтобы написать сценарий использования. Все внутри лучше работать с людьми, но есть еще альтернатива, которую можно автоматизировать. Суть этого воршоп состоит в том, что аналитик, блокнотик на пайде начинает описывать сценарий использования. Тут же он уточняет, как он пишет, и также можно эти сценарии использования согласовать с заказчиком. Они описываются в определенном формате, который будет дальше указан. После того, как аналитик составил эти сценарии использования на Георгене, их работу может взять тестировщик. Он может сразу по каждому шагу вашего сценария, при помощи купонера или следнего, написать зафетест. И после этого разработчик уже может взять за основу этот каркас и сприксировать архитектуру или поступить к разработке. Как правило, такие воркшопы проводятся за неделю, за две, до начала спинта, до того, как вы начали работать над этой бизнес-сторией. То есть это, опять же, когда аналитик думает о будущем. Георген — это предмет-ориентированный язык, и он включает в себя опять-таки пункт. Сценарий — дано, когда, когда и. Сценарий — это мы обозначаем, что за сценарий в рамках фичи осуществляется. Если вспомнить слайд, где был бьюзер-стори-матинг, например, онлайн оплата заказа, дано это начальное состояние нашего сценария. Например, пользователь находится на страничке с оформлением заказа. Бэн — это наступление какого-то конкретного действия. Если вспомнить эскизу — это триггер. И когда пользователь осуществляет какое-то действие, мы должны видеть какой-то проверяемый результат. И это грады, которые можно добавлять к любому из вышеперечисленных стейк-пунктов. Например, еще более формально, это должно выглядеть так. То есть вначале у нас есть фича. Это наша функционал, она может быть схожа с нашим эпиком. В рамках одной фичи вы можете написать много сценариев, и каждый сценарий описывает выполнение пользователям каких-то действий. То есть в бизнес-сценарии у нас есть какое-то условие, еще какое-то условие, и когда пользователь делает какое-то действие, еще какое-то действие, тогда он достигает каких-то результатов или видит какую-то страничку, и все шаги мы можем проверить. Конкретно к нашему примеру. Функция у нас будет фича онлайн-покупка заказа, нашу видеорсторию, что как покупатель хочу выбрать способ онлайн-оплаты заказа, и сценарий. Купатель оформляет заказ и выбирает способ онлайн-оплаты. Данная у нас открыта страница, товары, которые в корзине есть в наличии, то есть мы это можем проверить. И когда пользователь нажимает кнопку «Оформить», то он был доступен еще один способ онлайн-оплаты. И, например, у нас в этой же фиче может быть еще несколько условий. Также к этому описанию можно добавлять таблички, в которых вы можете перечислять какие-то данные для проведения тестов. После этого эти сценарии берутся по поводу тестировщикам, и он может писать, например, тесты на рубиа, на рабочих, потом на джайле. Это как раз одна из инженерных практик, в которой участвует аналитик. И как аналитик себя чувствует с храмом? На моем опыте аналитик себя чувствовал не очень хорошо, потому что задач много, неопределенность очень высокая, и аналитику иногда хочется посидеть, подумать над решением какой-то фичи, а на деле ему приходится помогать разработчикам, помогать пользователям и быть достаточно проактивным. Но с другой стороны, если вы глубоко погрязли в ватерфоли, это способ доступа чистого воздуха. Нужно аналитик в скрам. Работы много, задач много, которые нужно выполнять, но не так, что их должны выполнять аналитик. Как правило, они должны быть размажены в команде разработки и выполняться продукционно. Но это в идеальном православном мире скрам, который встречается очень-очень редко. Даже при том, что я была в команде разработки, где скрам был поставлен скрам теком, у нас были коучи, которые постоянно проверяли то, как мы работаем из-за Visual Concepts. Все равно было очень много шишек, и поэтому однозначно ответить, нужно ли аналитик скрам или нет, сложно. Это решение принимает только команда разработки. То есть моим разработчикам понадобилась такая компетенция, и они с болью, со спорами, но приняли решение то, что аналитику быть. Хотя они были до того в скраме, что они не верили, что должны быть такие специалисты, как тестировщик или аналитик в команде разработки. И кому это может зайти? Если вам скучно выполнять чисто аналитическую работу, если вам скучно описывать большие технические задания, и вы достаточно проактивны, вы готовы выйти за рамки привычных задач, то, я думаю, вполне вероятно, что скрам вам подойдет. И на этом все. Спасибо большое за внимание. Ну, или если есть, пожалуйста. Может, я вас не скажу на кофу? Ну, можно их смело задавать. Кто смело? Так, Костя, давай. Привет. Привет. Представлялся? Я Константин Янович. Здравствуй, Константин. Спасибо. Ну, у меня два вопроса, вызванные, наверное, тем, что пока что больше все-таки мы ближе к фотофолу, и есть определенные уже практики и методики, испытанные годами. То есть та система, в которой я работаю сейчас, она предполагает введение полного набора требований на весь продукт, которые изменяются с выпуском новых фич и так далее. Формат работы с юзистарями предполагает документирование в виде диффа какого-то инкремента, что я как пользователь хочу вот такую фичу, а потом я вот такую фичу хочу. Соответственно, первый вопрос про то, как вот этот подход с юзистарями ложится на уже готовый продукт, в котором уже есть какой-то набор фич и идет какое-то настроение, то есть какие проблемы их вызывают, как с ним бороться. И второй вопрос так организован вообще процесс управления требованиями и подготовки требований в случае аналитика страны. А если у вас уже готов, как вы определили дружный пол в этот пол, и вам внезапно пришло вдохновение, что пара попробовать страны. Вполне верно это, что вам нужно сначала составить распространенного видения, хотя бы на ближайшие полгода, составить roadmap, как вы хотите менять ваш продукт. То есть определить те фичи, которые наиболее востребуемы, наиболее ценны, и определить сначала направление вашего развития. После этого у вас должен быть, у вас есть бэклог, и получается должен быть бэклог с более таким формальным описанием, без детализации. Вы должны набросать те намерения, которые вы зафиксировали в формате юзерсвей. После того, как вы это сделаете, в принципе, вам нужно нелять стандартные церемонии. Громинг, формирование, анализ и любви. То есть ты сейчас ответил на второй вопрос, так? Да, так. Про процесс. Да. Макс, ты хотел на эту тему? На эту же. Значит, Scrum Guide не требует обязательного использования юзерстори. Там обобщенное понятие Product Backlog Item в роли и специально оговорено, что могут быть разные формы этих айтемов, в том числе юзерстори. Юзерстори чаще ставят на начальном этапе, ну, как наиболее простую, и для понимания адекватную, удобную форму. И в ранних версиях Scrum Guide она явно рекомендовалась, сейчас нет. Соответственно, если у вас не юзерстори, то, ну, можно выбрать другую форму ведения бэклога. Церемонии от этого не скаменяются. Вот. Но смысл, что там должно быть бизнес-вэйлю, поставка-вэйлю и так далее, сохраняется. Есть, например, и вот независимость и квантовость, они важны. Например, Иван Якобсен для того, чтобы юзкейсы адаптировать к Scrum и к Эджайлу, сделал специальный вариант юзкейс 2.0 с порезкой на слайсы. И так далее. Можно? Это все было к второму вопросу, да? То есть мы пока так и не поняли, как у нас получить полное требование на систему, если они нужны. А, это я тоже. Да. Это паски. Садишь и делаешь. Здравствуйте. Я Аня. Я сейчас директор по продукту. Кого-то я здесь уже знаю в одной из компаний по партнерски сидеть сейчас. И я просто хочу сказать чуть-чуть о жизни, да? Как это происходит? Сейчас, если говорят о использовании конкретных практик, уже методологии. А здесь спрашивается, что если продукт есть? А нужно понять, что нужно делать. Нужно пойти к пользователям и спросить у них, что валит по конкретному продукту. А что нужно пользоваться? У вас сейчас стоят до пользователей? Да, до конечных пользователей. У нас структура хорошо устроена. Мы плоские. А какая структура? Ну, у нас очень близко находятся. То есть я вхожу прямо к генеральному директору. Я общаюсь с вами с уникальными. Она в том числе пользуется. Конечно. Потому что у нас и продукты... Или презентативно их всем представляют. Нет, безобидно. Нет, нет, нет. Мы ездим на встречи к клиентам в том числе. То есть и аналитиков у нас нет. У нас все аналитики стали сейчас project manager, ну, product owner по факту. Как все? А? Как это происходит? А безысходности? А безысходности? А безысходности, да? Размет понятия? У меня просто серьезно вопрос, что основная работа в том, чтобы отбивать хотелки всех желающих, чтобы они не лезли в переточки и так далее. Для этого нужно вес в организации иметь. То бишь, к вам приходит какой-нибудь большой заказчик и говорит, я хочу вот это прямо сейчас. И аналитик должен сказать, нет, ты это не получишь, ты это получишь через 3 месяца, потому что есть фичи с более высоким приоритетом. А союз это уже продал. Да, это делает у вас. Ну, потому что это и специальные встречи, и специальные выстроенные процессы, и продуктовые комитеты, где собираемся, обсуждаем, приоритизируем. То есть мы дальше используем все те же самые истории, про которые рассказывали. Ну, просто получается, если продуктовый сам это будет делать, то как бы вылевать его, ну, до конца становится минимальным. Вы просто его основную работу размазываете по большому коллективу, который там собирается что-то решает. Мне кажется, сейчас вы очень беспорядно спорите, потому что один говорит про продуктовый подход, а другой про заказную разработку. И несколько разные условия. Нет, разные, два из разных организаций, разное разделение работ. У меня просто маленькая проблема с пассивитацией, потому что те вопросы, которые задавал Костя, и тот вопрос, на который ответила Аня, это абсолютно разные вопросы. Костя спрашивал, как ему в этом жить, Аня рассказывает, как получить вот этот фижон. Это, как бы, Костя правильно поняла? Да, я могу даже вопрос уточнить, мне просто конкретно вот хочется послушать про опыт. Ну, то есть... Как перейти, кроме дейта, еще получить полное описание, так? Ну, не то, что, может быть, полное описание не нужно, то есть какие проблемы возникают... При отсутствии этого полного описания? При отсутствии реализации? Не-не-не, если у нас весь проект, весь продукт описан только в дейтах, соответственно, когда нам нужно получить, понять, как продукт работает сейчас, нам нужно эти дейты друг на друга наложить, так? Ну, через три года, когда все команды разработчиков сменилось, нам надо как-то понять, как он работает. Друзья, всем привет, меня зовут Ира, я работаю в компании BSS, может быть, кто-то слышал, мы разрабатываем банковское программное обеспечение системы дистанционного банковского обслуживания. У нас очень много клиентов, очень много заказчиков, мы как раз не можем позволить себе жить только юзер-старями, потому что иначе мы не сможем сопровождать наши продукты, не поддерживать ничего. Поэтому мы работаем тоже в скраме, но у нас есть полное описание функциональности нашей системы. То есть помимо того, что мы, как аналитики, пишем юзер-стори, мы пишем также техническую документацию, те самые ТЗ-шки. Мы пишем их там и для коробочных версий системы, и для наших спецверсионных продуктов. Вот, мы стараемся синхронизироваться, стараемся с командой разработки, стараемся успевать все делать вот в тех же спринтах, и обновлять документации, и готовить информацию на будущее. Сейчас, а у вас две команды или одна все-таки? У нас очень много команд. Нет, ну вот команда аналитиков и команда разработчиков, разные команды? Нет, нет. Все-таки одна. Да, 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 это общая команда. Потому что было сказано, команда разработки как отдельная. Нет, нет, команда разработки, вот как команда разработки продуктов. То есть вот сюда мы в этот спринт запускаем, и аналитик здесь делает и user story, и тут же пытается... Да, и пишет ТЗ. То есть разработчик пошел ходить этот функционал, и сидит над аналитиком, и трясет его, а что делать, а как это работает. То есть разработчик ходит до того, как заказчик подписался заплатить за этот деньги? Ну нет, это вообще отдельно. Это уже другая история. То есть у меня вот именно то, что вы сказали, что ТЗ должно идти вперед, и скоп должен быть определенный. Не всегда. Это как готов работать заказчик. Многие заказчики тоже готовы работать по ИДЖАЛу и, допустим, по таймам материал. Да, и бэклог, и скоп, он формируется в ходе проекта. Но бывает, что есть определенный скоп, определенные сроки, но мы работаем по ИДЖАЛу. Ну, это реальность такая, просто... ...какшир, который по таймам материал. Нет, немного. Но он есть. Можно вопрос вот сюда? А разработчики потребляют что в итоге? То есть разработчики работают по user story или по ТЗ? По user story. У нас есть user story на вход, и в спринте мы бежим работать по нему вместе. Разработчик кодит, я пишу ТЗ. И при этом еще там правой ногой пишу user story на будущее. То есть ТЗ это такая write-on или на будущее просто? Сопровождать это как-то надо всем, потом это же все нам нужно передавать в поддержку, выпускать клиентов. Вот это получается два артефакта, один из которых потребляет команда, а второй... Простите, что отбираю? Там человек давно тянул руку к этой теме или так? Ну... Или какой-то другой вопрос? Тогда я вернусь к этой же теме. Давайте на технические задания у нас было руководство пользоваться. Она использовалась и техподдержкой, и самим пользователем. Плюс для того, чтобы это было более удобно, были маленькие китки, видео инструкции, то как работают соединенные продукты. То есть там вот это было окость техническому писателю? И вы не поснимали снимать, но три итерации. У нас технический писатель. Получается сначала у нас ревизы там были один раз в неделю, два раз в неделю, а потом мы перешли на ревизы каждый день. Технический писатель с нами синхронизировался и успевал эти фичи документировать так, чтобы к поставке инкрементов было обновление документации пользователя. Это как отдельные каски? Для технического писателя он не был участником командной разработки. То есть у вас могут быть какие-то поддерживающие отделы, подределения, сотрудники, но они не будут разрабатывать продукты. То есть в этой схеме получается, что аналитик отвечает за user story и за помощь тому, чтобы документацию на систему написал кто-то другой. Совершенно верно. То есть есть вариант, когда аналитик пишет и то, и то, а в случае, если это техническое задание. Если решают обойтись без полного технического задания, обойтись только документацией для пользователей, то можно отдать это техническому писателю. Так, по-моему, ты хотел добавить по другой теме? По этой же теме? Здравствуйте, меня зовут Наташа. У нас, в общем, мы тоже работаем в скраме. У нас команда разработки где-то порядка семи разработчиков, два тестировщика, аналитик и product owner. Один из разработчиков совмещает скрам мастера. Вот. Мы работаем в такой схеме. То есть у нас есть приоритетизированный бэклог продукта и где-то в середине спринта, то есть получается, что я двигаюсь с опережением на неделю относительно команды разработки. То есть в середине спринта я беру задачи, я начинаю брать задачи из бэклога, которые не в спринте в этом, и описывать требования по этим задачам. Ну, то есть по юзерсторянам. Не по задачам, а по юзерсторянам. И одновременно у нас есть документация полная в конфлюенсе тоже на продукт. И одновременно вношу изменения в документацию на продукт. Понятно, что одно и то же приходится писать в двух местах фактически. Но это вот позволяет как раз вести полную документацию на продукт. Да. Еще варианты ответов именно на это дело? У меня... Добрый день, мне зовут Раиса. Я просто хотела прокомментировать вопрос о том, как перейти с водопада в Джар, когда уже разработан какой-то продукт, и непонятно, как продукт работает. И у нас похожая ситуация. Это внутренняя разработка продукта был внедрен в 2014 году. Соответственно, вся документация, она уже безнадежно устарела. И роль системного аналитика, она заключается у нас в том, что прежде чем что-то писать, ну, я ввязаю, грубо говоря, кишки системы, либо прогоняю какие-то сценарии, потом снимаю логи и смотрю, как же это работает. Выделяю дельту с требованиями и уже описываю реальный работающий функционал. До этого мы тоже пытались писать именно по требованиям бумажным, которые имеются, но жизнь показала, что то, что написано, что работает, оно на самом деле не работает. И эти проблемы выясняются уже на поздних этапах, на этапах тестирования, когда уже поздно, нужно заново перерабатывать. То есть, по сути, Вы сделали реверс-сторин такой? Ну, да, да. Спасибо. Я напоминаю про ссылочку. Если тут прозвучали темы, про которые хочется поговорить побольше и встретить больше вариантов, пишите. Я так понимаю, здесь получился прекрасный опыт восстановления требований. Ну, да. Но, по сути, это не как описывается везде, что аналитики формируют требования, их отслеживают. Ну, получается, немножко не аналитическая работа. А реверс-сети по логам, как оно работает? Да. Ну, да. Но если мы посмотрим на того паучка, который там был во все стороны, да, и такое тоже бывает. Так. Мы сейчас тему вот этого дэта и все целиком. Мы ее закончили или нет? Закончили. Вот на эту тему. Мы связаны с документами, да. Вы просто сказали, что вы не пишите только по факту у кого-то пользуется. А вот техническую часть как вы передаете между разработчиками? Ну, вот человек что-то написал, как оно работает, как он следующему разработчику? Ну, да. Один угодился, второй пришел. Как он разбирается в том, что там написано? Влоги смотрят. Влоги смотрят. Так. Вообще-то, после, когда у нас появлялся новый разработчик, новый участник команды, в первую очередь он проходил обучение по скраму. После этого у него было где-то месяц-два-три, когда он изучал код. Он изучал те практики, которые используют... Прям по коду? Прям по коду. Прям по той документации, которая была представлена техническим писателем, по вопросам. У нас был достаточно большой продукт. Были такие подвалы, которые не ходили годами. Поэтому изучать прям всю кодовую базу не было необходимости. И более того, есть такие инженерные практики, когда у вас новый разработчик, и он может подсесть. К другому разработчику парни программируют что-то, и они могут пинг-понным. Один пишет код, другой тест. И стременно он так узнает, систему узнает код. Называется устная традиция. Смотрите, мы сейчас разбираем один из вариантов. То есть Юля рассказала о своем опыте. Причем мы даже не брали, какой конкретно контекст там был. То есть заказная, продуктовая, еще какая-то и так далее. И реально это будет разное. Так. Контекст – это была предстоя разработка системы для покупки продуктов компании. И так скажем. Так. А если мы с этой темой сейчас закончили, вот дельты и цельный документ, да? Слово человеку, который долго-долго тянул руки. Я вас вижу, я потом открою. Здравствуйте, добрый вечер. Меня Семен зовут. Работаю в ТК-центр. Вопрос у меня такой. По вашему личному опыту, есть ли какое-то оптимальное количество разработчиков и количество людей в команде разработчиков, выше которой начнутся какие-то проблемы с передачей данных? И прочее, для какого размера система Scrum оптимален? Ну, я могу сказать, у нас просто очень большая система, которая состоит из кучи модулей, модулей, модулей. На каждый модуль отдельная команда разработчиков. Они там про обычный продукт всегда подходят через несколько модулей. Вот как в таком случае можно ли применять, не можно ли, какие ограничения вы действуете? Ответ на ваш вопрос по поводу количества участников в команде, отвечаю Scrum Guide. Это от 3 до 9, оптимальная 5-7. И плюс Scrum можно масштабировать. В вас одновременно могут работать какое угодно количество команд, и они могут синхронизироваться по каким-то другим фреймворкам, как Nexus или Let's. То есть у них будут одновременно запускаться итерации. Ну, никакое угодно. Там тоже ограничения, но масштабирование есть. Тоже 5-7 ограничения? Да, ну, 5-7 команд. Скажем так. На одну команду 5-7 разработчиков. Ограничений в количестве команд нету, потому что… Есть, есть. Надо синхронизировать. Значит, есть отсечки на 70 человек и где-то на 300-400. Вот еще больше – это совсем сложно. Это все зависит от того, какой там фреймворд для синхронизации выглядит. Ну, я вот про фреймворд. Можно сюда же маленькое дополнение? Просто тот же самый Scrum Guide, он говорит о том, что продуктовая команда – это обычно не 7 разработчиков, это 7 участников, которые представляют полный набор ролей. И я вот как раз в связи с этим, у меня был вопрос, что ваша команда выглядела как 7 разработчиков и 1 аналитик. Сначала было так, потом было 14 разработчиков, 1 аналитик. В одной команде. А, нет, у нас были синхронизации, а потом было синхронизации на 3, и аналитик был один. Добрый день, меня Петр зовут. Я хотел бы задать вопрос к тем ответам, которые только что услышали. Первый вопрос меня очень интересует. Коллега рассказывал про восстановление требований. Все-таки поясните, это вот называется восстановление требований или восстановление спецификаций? Когда я понимаю, что мы начинаем систему исследовать как черный ящик, в итоге понимаем, как она работает. Все-таки мы требования восстанавливаем или спецификации? И второй вопрос уважаемой коллеге, которая рассказывала про технические задания для банков разработка. Я так и не понял, это технические задания тоже или спецификации? Если это задание, то зачем они пишутся, с кем их потом согласуют или требования все-таки в юзер-сторе? А спецификации имеется в виду архитектурную спецификацию? Спецификация – это внутреннее устройство системы, описание внутреннего устройства системы. Ну, скажем прямо, тут, получается, вопросы заданы не к центральной теме, а к дополнительной. Кстати, дорогие друзья, не пора ли нам устроить перерыв на 10 минут, съесть пирожки, выпить чаю и вернуться в дискуссию? Так, нет, тебя не забанили или вас не забанили. И на ответ, и эти ответы можно получить прямо сейчас в перерыве. Либо, пожалуйста, внесите эту тему прямо вот туда, по ссылочке, и мы про нее поговорим отдельно. Как минимум, по восстановлению требований есть достаточно большой цикл статей Николая Заколовского, где он эту тему достаточно хорошо исследует. Могу сразу дать, если короткий ответ будет, людям про восстановление требований. Мне кажется, тут ответ ясен. Кто восстанавливает, то и получится. Восстанавливает архитектор – получится спецификация. Восстанавливает тесте – получится скейсер. Восстанавливает аналитий – получится аналитриевование. Я просто хочу одно ответить. Наши технологии, именно наши организации, под спецификации принимают лиграционные спецификации вплоть до уровня полей. То есть описание… Под требованиями у нас принимают ТЗ – это описание на уровне таблиц, колонок таблиц, методов… То есть это тоже спецификация. Ну да. Вопросы, как мне должно быть. И различают еще функциональные требования, то есть на уровне требуемых функций системы. То есть это разные документы. А, вы их тоже восстанавливаете? Нет, мы восстанавливаем ТЗ. Вот и нам пишут. Нет, надо шутить. Ну да. Так, и второй вопрос был именно про техническое задание в компании БСС, я так понимаю. Да, зачем они? Смотрите, мы пишем спецификации, если это какие-то интеграционные задачи, да? Да, в принципе. И мы пишем технические задания, если это какие-то функциональные задачи, для того, чтобы в будущем мы сами понимали, вы к заказчику отправите или положите в репозиторию, чтобы через год разобраться, когда всех уволят? Все по-разному мы требуем. Заказчику отправите или нет? Заказчику отправим, если это необходимо. Это заказная разработка, да, заказчик нам должен согласовать. Если это наше внутреннее коробочное, да, решение, то мы не будем согласовать к заказчику. Спасибо. Предлагаю сделать перерыв. Пирожский там, кулер здесь, чай. Влад, вы можете помочь в зеленом будущем. Спасибо.